Наше акционерное общество по производству лекарственных средств в Дзержинске уже на протяжении 20 лет выпускает различные лекарственные препараты. Мы успешно поставляем свою продукцию в страны СНГ. Я 10 работаю на предприятии в должности главного инженера. Для производства продукции мы используем различное фармацевтическое оборудование, соответствующее требованиям и стандартам GMP, установка для обезвоживания водных растворов и экстрактов в аппарате кипящего слоя, роторные таблеточные машины, автоматическая линия по упаковке таблеток в полимерную пленку и фольгу и другие высокотехнологичные машины и аппараты. Пять месяцев назад руководство общества решило расширить рынок продаж и поставить опытную партию препарата в Литву, Латвию, Эстонию. Для выхода на рынок стран Балтии наша компания планировала начать выпуск лекарства от простуды в порошке. Необходимо было по сути выпустить пробную партию товара, для этого необходимо было по сути купить гранулятор для опытной партии препарата. Гранулятор – это вид фармацевтического оборудования, используемый для гранулирования порошковых материалов. Выбор гранулятора возложили на меня. Я хотел выполнить задачу в максимально короткие сроки, чтобы главным образом иметь возможность работать над другой проблемой, которая неожиданно возникла на участке производства порошка для таблеток. Поломка этого оборудования означала остановку работы всего участка, чего я не смог бы допустить. Когда я приступил к поиску гранулятора и думал, что сразу найду необходимое оборудование. Однако это оказалось не так просто. Сначала я сравнил производителей грануляторов в Европе и Китае. Поиск я осуществлял через интернет. Выбирал по территориальному признаку, срокам поставки, ценовой категории. Среди качественных европейских производителей я нашел три компании, которые, в принципе, предложили хорошие машины, но запросили очень высокую цену, в которую не входила процедура таможенного оформления. Я понимал, что руководство не одобрит выбранный гранулятор и отправит на повторный поиск из-за высокой стоимости. Затем я поискал оборудование у китайских производителей. Здесь вариантов было, по сути, больше. Я отослал им электронные письма, где указал, какую машину я рассматриваю в качестве вариантов четыре компании по производству оборудования в Китае. Однако мне ответили только две. Одна фирма указала, что такое оборудование будет произведено только через пять месяцев, а вторая выслала ответ на китайском языке. Срок пять месяцев меня не утроил, слишком долго, а китайским не владеет никто из наших сотрудников. Мне не хотелось тратить время и деньги на переводчика и поэтому принципиально решено было, по сути, отказаться от покупки машины у китайского производителя. Я понял, что самостоятельно не смогу решить задачу по покупке гранулятора и решил обратиться к специалисту-посреднику. Я представлял, какая машина мне нужна была, по сути и поэтому принципиально обращал внимание только на надежность компании. В интернете я выбрал несколько посредников, один из Китая, два менеджера из России. Свой выбор я осуществлял, просматривая сайт компании. Огромное значение при выборе специалиста имело длительность работы на рынке поставки фармацевтического оборудования, положительные отзывы клиентов и актуальность цен. Сначала я позвонил китайскому посреднику, у него представленная цена на машину была, по сути, ниже остальных. Мне ответила менеджер, которая уточнила, что в цену не входит таможенное оформление, поставка и монтаж оборудования. Общая сумма за машину выходила на порядок больше, чем представлена на сайте. Она меня не устроила. Затем я внимательнее изучил сайт российской компании, посмотрел цены, условия поставки, однако меня насторожило, что эта компания занимается также поставкой обуви и посуды из Китая. Я хотел найти специалиста, в котором я был бы уверен, который, в принципе, поставит мне качественный гранулятор и не затянет с поставкой оборудования. Последний вариант посредников я решил проверить основательно. Проверил компанию в базе предпринимателей России на наличие судебных разбирательств на период деятельности. Прочитал отзывы покупателей об этой фирме. В списках предприятий, находящихся на стадии ликвидации, компания не фигурировала, и отзывы я нашел только положительные. Проверил сайт компании, он мне понравился, современный, структурированный, много видеороликов. Созвонившись с менеджером, я получил хорошую консультацию по желаемому оборудованию. Специалист мои требования предложил гранулятор для гранулирования порошка, прислал мне на электронную почту подробную инструкцию по эксплуатации, где я смог изучить возможности и характеристики машины. Мне понравился его деловой и профессиональный подход. Условия доставки и цена меня устроили, и через неделю мы заключили договор на поставку гранулятора для гранулирования порошка. Гранулятор доставили через месяц после заключения договора, и нам удалось быстро наладить, и запустили производство препарат для лечения простудных заболеваний. Аппарат был сделать из нержавеющей стали. Процесс автоматизирован. Исходное сырье засыпается в воронку, размещенную в верхней части машины. Гранулят продавливается через металлическое сито, и белые гранулы попадают в бункер, размещенный под ситом. Выгрузка осуществляется через специальную трубу внизу бункера для сбора гранулята. Белые гранулы получались равномерные. Сырьевая масса была, по сути, заранее смочена. Все показатели работы машины демонстрируются на панели управления. Мы остались довольны гранулятором, предложенным менеджером компании из Москвы. Опытная партия простудных заболеваний была, по сути, поставлена на рынок стран Балтии вовремя. Я хотел бы заметить, что рассказал менеджеру о проблеме поломки машины на смежном участке. Он посоветовал мне хорошего специалиста по наладке и ремонту оборудования, с которым мы уже работаем и довольны результатом. Я понял, что сделал правильный выбор специалиста для поставки оборудования. Настоящие профессионалы обращают внимание на мелочи, и мне повезло найти такого человека при выборе оборудования.